Почти 2500 километров дорог отремонтируют в Беларуси в этом году. 1084 республиканских и 1413 местной сети. Работа по последним ведется по поручению президента, который обязывает за пятилетку сделать не менее 7 тысяч километров. Уже выполнено примерно 43 процента программы на 2021-2025. Минобразование определило даты школьных каникул на 2023-2024 учебный год. Осенние стартуют с 29 октября и продлятся 10 дней. На зимних дети отдохнут с 24 декабря по 7 января. Весенние станут самыми короткими. Свободные ребята будут с 24 по 31 марта. Летний перерыв запланирован с 1 июня по 31 августа. Руководство предприятий ЖКХ ответит на вопросы жителей города. Прямая линия пройдет 11 февраля с 9 до 12 часов. На связи будут представители Бобруйск жилкомхоза, ЖРЭУ Первомайского и Ленинского районов, Теплоэнергетики, ДЭПа и Горсвета. Телефоны на сайте Бобруйского горысполкома. В Бобруйске изъяли из продажи стекломывающую жидкость российского производства. Производитель указал ложные характеристики. Также в составе был обнаружен метиловый спирт, не заявленный в маркировке продукции. Его содержание в 416 раз превышало норму. По словам специалистов, использование такой продукции может серьезно повредить системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания и нанести вред здоровью человека. Завтра футбольный клуб Белшина проведет очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону. На стадионе имени Прокопенко шинники примут в ФК Осиповичи. Стартовый свисток прозвучит в 13.00. Сейчас тренерский штаб продолжает просматривать потенциальных новичков.